Я учился в средней школе, в обыкновенной сельской, в Краснодарском крае. Естественно, хотелось получить высшее образование. Во многих вузах России есть похожие специальности, но на данный момент даже в России меньше десятка вузов, где есть именно специальности, связанные с космосом. И этот вуз, он с этой точки зрения был самым крутым, он был очень хорошим в рейтинге, он предоставлял общежития, он находился в едином кампусе, что тоже большая редкость. В школе, к сожалению, существует разделение на гуманитарных технарей, и вот только этот вуз, аэрокосмический, позволил мне понять, что это разделение, оно на самом деле очень сильно ложное. Потому что, по сути, я гуманитарий Сочи, учился в школе с гуманитарным уклоном, но я смог поступить самостоятельно на факультете двигателей, смог его закончить с красным дипломом. В общем-то, этот вуз показал, что очень много условностей, которые у нас есть в наши первые 18 лет жизни, они являются условностями. Он переворачивает представление о некоторых вещах с ног на голову, и этот вуз еще развивает совершенно мышление по-другому, начинаешь совершенно по-другому мыслить. Я бы, наверное, сказал, что вот в этом вузе на технических специальностях человека учат мыслить системно. Первый курс, он как раз меняет представление о самом себе, потому что, оказывается, даже если там нет у тебя глубокой физ-мат-подготовки, ты можешь расчетную работу досрочно сдать на пятерку, ты можешь оказываться в чертежах, что-то правильное делать, вообще ты что-то можешь делать. Я планирую через год защититься, получить степень кандидата технических наук и дальше продолжать работать в рамках своего научного направления. На самом деле я бы тому школьнику из сельской школы в Краснодарском крае за полторы тысячи километров от этого университета посоветовал бы где-то записать себе и всегда смотреть одну фразу о том, что никогда не нужно сдаваться, независимо от того, какая бы ситуация сложная не казалась. Редактор субтитров А.Семкин